Продолжаем мы дальше изучать, рассматривать Скинию. Каждый день нужно было приносить жертвы. Добровольные жертвы, жертвы всесожжения. Жертвы всесожжения, которые нужно было приносить утром и вечером. Его сжигали на жертвы всесожжения. Также жертвы за грех были. И люди приносили свое приношение к Скинию. Возлагали в священники руки, и потом они их убивали. И зажигали затем за грехи народа, просто за грехи. И потом один день в году был очень особенный. Как этот день назывался? Йом-Кипур. И только в тот день священник входил во святой святых. С кровью жертвы на агнца. Только в тот день он пододвигал жертвенник воскурения за покрывало. И воскурение, дым этот поднимался от этого жертвенника. И он наполнял помещение, и он скрапливал кровью ковчег Завета. за грехи народа. И они получали искупление. Я хотела бы также сейчас открыть книгу евреям, послание к евреям. Пятая глава. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу. Чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Он может сходить невежествующим и заблуждающим. Потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой части. Но призываемый Богом, как и Аарон. Бог призвал левитов и первосвященников, священников. И он назначил Аарона в качестве первосвященника. В принципе, это не был выбор Аарона. Но это был выбор Бога. В пятом стихе, так и Христос не сам себе присвоил славу. Быть первосвященником. Но тот, кто сказал ему, Ты сын мой, я ныне родил Тебя. Как и в другом месте говорит, Ты священник во век, по чину Мелхиседека. Поэтому это был выбор Бога и приглашение Богом о том, что Ишуа — это первосвященник. Но он не был из рода левитов. Он вышел по роду Мелхиседека. И Мелхиседек появился в книге Бытия. То есть Мелхиседек как бы приходит к Авраму, и что Аврам делает? Что он дает? Десятину дает. И затем как бы он исчезает. Пришел ниоткуда и ушел никуда. Больше вы о нем ничего не слышите. Нет у него какой-то линии предков. Поэтому Ишуа также не пришел из земного происхождения. Он как Мелхиседека пришел на сцену и потом ушел так же само. Поэтому Ишуа пришел от Отца, но он не был по линии священников. В седьмом стихе. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоволение. Хотя он и Сын, однако, страданиями навык послушанию. И совершивший, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. И был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Затем девятая глава Еврея. Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроенная была скиня первая. И в первой комнате, который называется the Holy Place, и... Which verse? Oh, it's nine verse, starting at verse one. And I just read verse two, part of verse two. Part of it. И сейчас скиня, который называется Святое. Where the lampstand and the table and the showbread were. В которой был светильник и трапеза и предложение хлебов. Behind the second curtain, the tabernacle was called the Holy of Holies. За второй завесой была скиня, называемая Святое Святых. It contained the gold altar of incense and the Ark of the Covenant. And notice that the altar of incense in this description is actually behind the veil. И как вы видите, что в этом описании... Кадильница находится за покрывалом. В этом описании. И если взять первоначальное описание скинь, то та кадильница находилась до покрывала, до завесы. И там, в ковчеге, был золотой сосуд с манною. Жозел Ааронов расцветший. И скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилища. Я не буду все места Писания перечислять и давать. Вероятно, вы это все уже читали и можете найти. Так же Аарон и его сыновья, находясь в пустыне, всегда должны были приносить жертвы за себя. И они не могли войти в скинь без очищения своих грехов. И как Писание говорит, что кровь тельцов и козлов никогда не смогла убрать грех. Поэтому для чего предназначена была кровь козлов и тельцов? Если грех невозможно было уничтожить, то для чего это было? Substitute. Замещение. Они ожидали того времени, когда будет идеальная жертва. Почему козлы и тельцы не могли полностью уничтожить грех? Забрать грех? Мы нужны святая кровь, чистая кровь нужна была. Во-первых, они никогда не были уничтожены. В other words, если взять козлов и тельцов, они не подвергаются каким-то искушениям. Они просто животные. И как говорится, Иешуа пришел, и он был искушаем во всем. И все же он был без греха, остался без греха. И он понимает нашу дилемму. Он понимает наши слабости. И все же в своей жизни он никогда не согрешил. Поэтому он был идеальным агнцем. Как агнцем должен был быть идеальный на Песах. Или же идеальная жертва должна была быть на Йом-Кипур. И так же, когда Иешуа встал перед Пилатом, Пилат сказал, «Я не нахожу в нем никакой вины». Так же говорится, что Он свою жизнь отдал, никто ее не забирал у Него. И что Он отдал свою жизнь как живая жертва. Чтобы войти перед трон милости. И Его кровь окончательно очищает нас от греха. Если вы подумаете, это своего рода оскорбление для крови Иешуа. Если мы будем думать, что мы можем стать более праведными, чем Он нас таки уже сделал. Когда мы приходим к Богу, мы приходим с идеей, что Он, потому что нашу боль, не будет accept нас. И за нашего греха, Он нас не примет. Если мы согрешили вчера, и мы обращаем свое сердце к Богу и просим прощения, сразу же ли Он прощает нас? Или же нам нужно еще что-то сделать, чтобы добавить весомости к крови Иешуа? И вы не можете стать более святыми, чем кровь Иешуа вас уже делает. И иногда, когда мы просим прощения, почему мы иногда чувствуем осуждение? Я спрашиваю, почему? Your conscience. Your conscience. What is the function of conscience? It's God's voice. It's God's voice. And you have turned away from your sin. Why did your conscience still condemn you? А, если это голос Божий, и вы отвернулись от греха, тогда почему уже есть ощущение стыда в совести? Как очищается совесть? Anybody? Через прощение мы принимаем веру. Through forgiveness we are accepted by faith. Right. Through the blood of... The scripture says our conscience is cleansed by the blood of Christ. So, sometimes we think of conscience as if I just do something good to make up for what I did wrong, that will somehow clear my conscience. Let me ask you, if you sinned against your brother or sister, is your sin forgiven before you ask their forgiveness? When you receive forgiveness, before... Yeah, do you... In other words, if you sinned against your brother, and you've asked forgiveness, is your sin forgiven before you ask their forgiveness? So, когда прощается ваш грех? До того, как вы попросили прощения или после? Afterwards. After you ask their forgiveness? What cleanses your sin? Что очищает вас от греха? Asking forgiveness of them or asking forgiveness of God? Просить прощения у брата или просить прощения у Бога? We ask forgiveness from the Lord that we offended Him. We can't get any more holy by asking someone else's forgiveness. We can't get any more holy by asking someone else's forgiveness. Because it's the blood of Yeshua that cleanses our sins. You can't get any more holy than that. But what you can do is you restore relationship. И что вы можете сделать? Вы можете восстановить взаимоотношения. But you restore relationship, because you are forgiven. И вы восстанавливаете взаимоотношения, потому что вы прощены. It says in... I believe it's 1 Peter. It says in... I believe it's 1 Peter. The seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. The seed whose fruit is righteousness for those who live in the world. Okay. What does that mean? Let me repeat this scripture. Let me repeat this scripture. The seed whose fruit is righteousness. Can I read it? I would like to read it. I'm not sure. I believe it's in 1 Peter. Do you know what the reference... Помните такой стих, если можете найти? Семя правда сеется у тех... Найди пока. Пойка. Семя правда сеется у тех... Да. Да. Правда. Мога. Может он не совсем так? Субтитры создавал DimaTorzok 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 И она смотрела, как ее мать реагировала на это событие Ее мама не ходила с Богом Ее эмоции ни такова road Взрыв эмоций И очень была. Она себя обвиняла очень сильно И так же много гнева И так же много мстительности и по благодати Божией Бог дал мне большой мир во время смерти сына потому что я видел как Бог действует в его жизни то есть я могу сказать я видел отпечатки Божьего дела в его жизни почему я называю отпечатками и отпечатки не может увидеть любой встречный человек но отпечатки могут увидеть только те кто усердно ищет и также внешний мир наблюдал за смертью моего сына как трагедия но я очень четко видел что это дело Божье в его жизни и что у меня был очень большой мир и что моя дочь которая отступила в то время посмотрела на эти события и смотрела на эти переживания внутренние ее матери и это ее сердце обратило к Богу поэтому наш мир не приходит как бы из налаживания отношений с человеком наш мир приходит из-за этих мирных отношений с Богом и только поэтому мы можем примириться с другим человеком потому что внутри нас уже есть мир и как Писание говорится что у нас есть надежда которая входит за завесу она находится за завесой где есть присутствие Бога и Его присутствие покоилось над ковчегом это свидетельство и когда Иешуа умер то что произошло с завесой разодралось сверху до низу поэтому Бог не изменяется Он всегда остается одним и тем же и как в Евреям говорится у нас надежда нашей души входит за завесу там где Бог не меняется может быть всевозможные события во внешнем дворе какие-то события в нашей душе, в нашей эмоции из-за которых мы взлетаем вверх, падаем вниз но этого нет, там все стабильно там где наш якорь поэтому нам надо фокусироваться вот на этом и мы фокусируемся на том где присутствие Божье присутствие есть и это приносит стабильность и ваша стабильность принесет другим людям стабильность и также мы не можем позволить, чтобы нестабильность других людей повлияла на нашу стабильность потому что не от этого зависит наша утвержденность, стабильность поэтому когда мы молимся, мы молимся с позиции безопасного места мы не молимся для того, чтобы попасть туда в место безопасности и Писание говорит, что мы посажены на небесах с Ишуахом Ашехом мы уже там находимся и нам нужно почитать себя мертвыми и живыми для Бога интересно, если мы посажены на небесах тогда у нас появляется абсолютно новая перспектива в центре Далласа очень высокие здания 30, 40, 50 этажей здания и когда вы проходите между этими зданиями вы смотрите вверх и вы просто чувствуете себя ну, не знаю, муравьем потому что они огромные ощущение, что над вами нависают и когда вы летите в самолете 30, 40 тысяч футов над землей 10 тысяч метров или 10 километров то здания не будут такими высокими казаться поскольку ваша перспектива изменилась и это же делает и якорь за завесой ваше сердце якорем зацепилось за Бога который не изменяется и позволяет, дает вам способность видеть с его точки зрения и дает вам мир и в конечном итоге также это принесет мир в ваши взаимоотношения если человек утешается Господом то даже врагов его Бог примеряет с ним поэтому, когда мы говорим, что наша надежда находится за завесой это очень сильно именно это отделяет верующего от мира вчера я был с Валентином куда-то он меня повез за город и там были бездомные люди и в очень ужасном состоянии физическом и был еще мальчик, которого были ожоги и они там жили в трещобах то есть наш второй Валентин помогал им и такие люди нуждаются в надежде и у нас есть она, если у нас есть отношения и как в Псалме говорится, чтобы вы укоренялись вглубь и вы будете приносить плоды вверху то есть насколько вы укоренитесь внизу вот здесь в этих прочных взаимоотношениях то в такой же степени вы будете приносить плоды вверху поэтому мы должны фокусироваться на этом какие-то вопросы или идеи если есть у вас, можете задавать я не знаю, есть ли здесь методистские церкви но я вырос в методистской церкви никогда у меня не было отношения с Богом и когда мне было 18 лет, я думал, что это все? и я думал, что если это все, то кому это вообще надо? потому что я играл в рок-н-ролльной группе это было еще движение хиппи тогда это конец шестидесятых, начало семидесятых годов и чем больше я начал жить этой стилю жизни рок-н-ролла то моя жизнь как бы не то, что из-под контроля выходила, но становилась более пустой и также тот городок, где я вырос, там был один парень и он был очень сильно пристрастен к наркотикам он был в борьбе, где он работал опять? он был в борьбе, где он работал а, заразалась у него драка там, где он работал, он там драку начал и уехал из города и затем несколько месяцев спустя мы слышим, что он как бы такой, как сказать ну, фрик, I don't know equivalent in Russian то есть помешался на Иисусе, скажем так свихнулся, свихнувшись на Иисусе я думал, что быть христианином нужно короткие волосы иметь нужно быть очень таким правильным, правильным и я думал, что вот в чем заключается христианство просто приятные люди я был в университете и наши все друзья, мы все собрались те, которые на вечеринках гуляли, наркотики принимали и однажды у нас была вечеринка и мы, короче, зовем этого свихнувшегося на Иисусе к себе мы ему звоним по телефону, он отвечает по телефону, аллилуйя, слава Богу и я спрашиваю, что ты там делаешь? я его шесть месяцев не видел уже и он сказал, с тех пор, как я отдал свое сердце Господу, моя жизнь изменилась и он спрашивает, что ты делаешь? и я сказал, что я беру стону и пойду в школу я делаю наркотики и пойду в школу то внутри я почувствовал такую пустоту я думал, все, это вся моя жизнь такая то несколько месяцев назад мы слышали, что он будет в небольшом городе, где я живу потом несколько месяцев спустя, мы слышим, что он городок недалеко от нашего городка приезжает поэтому мы, как компания, собрались, чтобы его навестить он был там где-то в городке, деревне, сельской местности там, где такие грунтовые дороги и мы не могли его найти в той древне, где он должен был быть поэтому, ладно, думаем, поедем обратно домой поэтому там, где место для разворота разворачиваемся, а тут видим машина его стоит на холме поэтому он пришел к тебе да, он пришел из дома к нашему машину к машину, в которую мы были в да, он был в городе в его родственнике в доме его родственников и он из этого дома идет к нам и наши глаза были красными и вышел его свекор вместе с ним поэтому его свекор хотел нас прогнать и он говорит, подожди, мне пару слов им есть сказать что поэтому он нас пригласил к себе домой и мы пошли к нему и у него были очень длинные волосы я думаю, что такой христиан должен быть короткая стрижка поэтому я уже не понимал, кто он такой вообще и следующие четыре часа он рассказывал нам, как Иешуа изменил его жизнь и в конце того времени он говорит он спрашивает нас, у нас было четверо хотели бы вы помолиться и каждый думает я хотел бы, но стыдно жить все мы сказали, нет, нет поэтому мы вернулись к где я был в школу, все четыре из нас помню, когда мы с друзьями обсуждали эту ситуацию и один друг и та, и в двенадцать лет как бы молился, каялся а второй говорит, что надо слишком от многого отказаться а третий друг говорит, я это сделаю я спрашиваю, что на самом деле, да но если ты сделаешь, тогда я тоже а мы не знали, что мы вообще будем делать и с того дня я знал что существует Бог и в тот вечер я лежал в кровати дома и я говорю, что Бог, я думаю, что тебя видел в жизни кого-то впервые если ты покажешь мне, что ты реален again If a man can talk you into it, a man can talk you out of it. In other words, if it's just man convincing you, a man can convince you it's not real. So I said, God, you show me that you're real. And I just had a peace that night. And I got up the next morning and one of my friends kept a Bible like a fire extinguisher. You know what a fire extinguisher is? Fire what? A fire extinguisher. Like a fire, you put out fires with it. You know, a little bottle, you put out fires. Fires? What fires? Fire, like fire, something's burning. And what's it for? What's he? It's to put out, like if something's on fire, you spray it. I see. You know what it is? You may not know what it is, but anyway. And he used it for what? No, he kept a Bible and he used it like a fire extinguisher. In other words, he never used it, except in case of emergency. No, it's your friend. Right, right. У меня был друг, у него была Библия, и он использовал ее только как вот эта штука, которая висит, допустим, в здании для тушения пожара. Только когда какая-то экстремальная ситуация, только тогда он бы Библию брал. Вот для чего у него Библия была. Бог, мне нужна помощь. И поэтому я читал и я читал Библию, и эти слова просто ко мне говорили. И мои друзья пришли в тот вечер ко мне, принесли наркотики, и я помню, когда дело дошло до меня, я посмотрел на них, и я думал, это мне больше не надо. Я знаю, что такое жизнь. И я никогда не прикасался к наркотикам. Это было в 1972 году. Поэтому Бог был верен все эти годы. Не всегда это было легко, но всегда это радостно было. И такая же сила у нас есть, как у верующих. Радость Господа — наша сила. Это не жизнь неприятностей, но жизнь радости, когда мы проходим через неприятности. Что Бог всегда там находится. Он никогда не изменяется. И Он всегда дает нам прочное основание, на которое мы можем переться.